Включать блондинку иногда очень даже удобно. И цвет волос здесь совершенно ни при чем. Достаточно надеть розовые очки и жить по своим правилам. Вы понимаете, о чем я. Вот только прописная истина гласит, незнание закона не освобождает от ответственности. Для наглядности ловите одну реальную историю. В 2023 году индивидуальный предприниматель, которая реализовывала свою продукцию в одном из торговых объектов Гомеля, совершила незаконное, без разрешения правообладателя, использование товарного знака, принадлежавшего одному из известных мировых брендов одежды. В суде предприниматель вину не признала, утверждая, что реализуемые ей товары с данным товарным знаком были единичны. Их продавец одежды приобретал в одном из крупных российских городов у продавца, не являющегося официальным дистрибьютором компании правообладателя данного товарного знака. Учитывая все предъявленные доказательства, гомельский предприниматель была признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 10.15 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь. Ей был назначен штраф в размере 50 базовых величин в сумме 1600 рублей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Гомеля, гомельской областной коллегии адвокатов Анны Журавлевой. Анна, здравствуйте. Здравствуйте, Екатерина. Как часто вам приходится рассматривать дела, касающиеся защиты авторского права, и насколько это распространено в Беларуси? В Республике Беларусь на самом деле очень много споров, связанных с интеллектуальной собственностью, поскольку у нас тоже живут авторы, творцы, произведения науки, искусства и литературы, товарные знаки, которые регистрируются в Республике Беларусь. Лично у меня в практике таких дел было мало, поскольку все дела рассматриваются в городе Минске в Верховном суде. То есть получается, я что-то придумываю, создаю и уже априори являюсь правообладателем? На самом деле автору для того, чтобы, скажем, что-то сделать и заявить куда-то, что он автор какого-то произведения, ничего не нужно делать для этого. Авторское право принадлежит автору по факту создания произведений. Другой вопрос, что вот такие действия, подкрепляющие, доказывающие, что именно он автор, что именно он написал какую-то рукопись, что именно он нарисовал какую-то картину, необходимы в случае, если возникнет спор в отношении данного объекта авторского права. В начале программы мы говорили об истории, связанной с незаконным использованием товарного знака. Что такое товарный знак в принципе? Давайте поясним. Товарный знак – это обозначение, которое определяет, скажем, отличает товары, работы или услуги одного лица, производителя, от товаров, работы, услуг другого лица. И этот товарный знак зарегистрирован, и он подлежит охране. То есть никто другой не может зарегистрировать похожий товарный знак с таким же обозначением и назвать конфеты, допустим, схожим наименованием. География имеет значение? Товарный знак подлежит защите по месту регистрации, скажем, правообладателя, по месту регистрации данного товарного знака. И, конечно же, если компания хочет, чтобы их товарный знак подлежал защите, в другом государстве существуют международные договора, согласно которым это происходит. И тогда можно требовать на территории государства, где происходит нарушение защиты вот такого товарного знака. Закон Республики Беларусь об авторском праве и смежных правах. Статья 6. Объекты авторского права. Пункт 5. Объектами авторского права являются литературные произведения, книги, брошюры, статьи и другие, драматические и музыкально-драматические произведения, произведения хореографии и пантомимы и другие сценарные произведения, музыкальное произведение с текстом и без текста, аудиовизуальное произведение, произведения изобразительного искусства, скульптура, живопись, графика, литография и другие, Произведения прикладного искусства и дизайна. Произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства. Фотографические произведения, в том числе произведения, полученные способами аналогичными фотографии. Карты, планы, эскизы, иллюстрации и пластические произведения, относящиеся к географии, картографии и другим наукам. Компьютерные программы, произведения науки, монографии, статьи, отчеты, научные лекции и доклады, диссертации, конструкторская документация и другие иные произведения. Итак, о том, что относится к объектам авторского права, мы только что узнали. В свою очередь, что мы не относим к данным объектам? В соответствии с законодательством Республики Беларусь к объектам авторского права не относятся официальные документы. Это нормативно-правовые акты, это уставы организации, например. Не относятся символика, герб, флаг, не относятся денежные знаки, например. Также не относятся произведения народного творчества, если автор этих произведений неизвестен. Ну и также указано, что не относятся методы, факты, процессы. Могу предположить, что большинство случаев, связанных с нарушением авторских прав, происходит как раз в сети интернет. К примеру, стихотворение, фонограмма, песня, в конце концов, мне понравилось, я разместила у себя на странице. Я что-то нарушаю, если не указываю автора? Ну, в конце концов, я могу не знать его. Ну, наверное, чтобы ответить на данный вопрос, необходимо начать с того, из чего состоит авторское право. Авторское право состоит из личных неимущественных прав и имущественных прав. Вот к неимущественным правам относится это право автора на произведение, право на имя, право на отзыв вот этого произведения, если, допустим, оно опубликовано, а потом автор передумал это делать, право на его неприкосновенность. Только автору принадлежит право его это произведение изменять, дополнять, что-то делать с ним еще. И вот это вот право на имя, оно бессрочно и оно неотчуждаемо. То есть никаких договоров нельзя заключить, где будет указано, что автор передает свое авторство другому человеку. Это будет ничтожный договор. И имущественные права – это то, что связано, это исключительное право на использование какого-то произведения, то есть на получение какого-то денежного вознаграждения для его использования. И что касается интернета, если гражданин просто скопировал фотографию… Потому что она ему понравилась. Понравилась. И поставил себе на стол в рамочку для того, чтобы просто на нее смотреть, то здесь никакого нарушения не будет. Но в любом случае, если даже мы фотографию или какое-то произведение где-то публикуем, пусть даже не в коммерческих целях, то вот эти личные неимущественные права, они все равно подлежат сохранению. То есть стоит, конечно же, указать, что автор такой-то, либо автор неизвестен, например. Но ни в коем случае не подписываться, не подписывать свое авторство под этим произведением. Да, все правильно, Екатерина. Если же произведение создано в соавторстве, здесь как распределяются права? Если в соавторстве, тогда вот эти личные неимущественные права принадлежат двум или нескольким лицам. То есть они, если известны, соответственно, объем их прав равнозначен, одинаков, если, скажем, договором между ними не установлено иное. Сегодня крайне популярны источники информации различные телеграм-каналы, откуда зачастую изымаются, простым языком, воруются фото, видео без нанесения логотипа правообладателя. Как доказать правоту правообладателю, автору данных материалов? Если мы говорим о незаконном использовании объекта авторского права, для доказывания его незаконного распространения гражданину необходимо обратиться, например, в нотариальную контору, где нотариус зафиксирует размещение в социальных сетях объекта авторского права, скажем так. И это будет доказательством. Конечно же, можно обратиться к администрации сайта с жалобой, и таким образом тоже восстановление справедливости произойдет. Как правило, администрация тут же блокирует того, кто незаконно использовал чью-то авторскую работу. Но не каждая фотография, не каждый ролик может, скажем, быть объектом авторского права. Поскольку объект авторского права, он образуется в результате творческой деятельности, должен быть новым, оригинальным и нигде ранее не опубликоваться. Телерадиопрограммы, есть ли здесь какие-то нюансы? Здесь нюансы также создателю телерадиопередачи принадлежит авторское право на определенные вот эти сценарии, да, передачу саму, концепцию этой передачи. То есть и вопрос размещения данной передачи, также необходимо согласовывать с тем, кому эта передача какой-то компании принадлежит, очевидно. Если в передаче используется музыка какого-то автора, фонограмма, какие-то произведения литературные, допустим, то здесь тоже возникает вопрос сотрудничества с автором, либо правобладателем этих прав. Крайне популярны сегодня нейросети, огромное количество, назовем их так, произведений создаются при помощи нейросетей. Вот здесь, опять же, кому в таком случае принадлежит авторство? Ну это на самом деле на сегодня очень интересная история, поскольку в средствах массовой информации мы можем прочитать о каких-то произведениях, которые созданы в соавторстве, например, известный писатель и какая-то нейросеть. Они сразу заявляют о том, что мы создали это произведение в соавторстве с нейросетью. На самом деле какой-то такой установившейся судебной практики по спорным вопросам, связанным с искусственным интеллектом в Республике Беларусь нет. Пока. Да, но я думаю, что здесь тоже возникает много нюансов, поскольку есть разработчик нейросети, у которого есть определенные правила использования данной нейросети, чтобы, скажем, не попасть в затруднительное положение перед тем, как пользоваться, и потом использовать результат этого произведения, необходимо с этими правилами знакомиться. Но и опять же нейросети используют в этой технологии произведения каких-либо авторов, то есть литературные произведения, какие-то картины, на основании которых нейросеть, она же не сама придумывает что-то, она анализирует на основании тех данных, которые в нее загружены. И как раз-таки права вот этих авторов тоже могут нарушаться в случае, если будет создано какое-то произведение, есть такое понятие, схожее до степени смешения с тем, что было уже когда-то. То есть требования автор тоже может заявить. Что важно, исключительное право на произведение в Беларуси действует на протяжении всей жизни автора и в течение 50 лет после его смерти. Подробнее о защите авторского права можно узнать на официальном сайте Национального центра интеллектуальной собственности. Кстати, есть интересные примеры судебной практики в отношении очень известного произведения. Мы все знаем песню на английском языке «Happy birthday to you». Так вот, оказывается, у этой песни тоже были авторы. В конце 19 века это группа учителей, которые эту песню впервые спели. И авторские права на эту песню, имущественные именно права, были переданы сначала одному лицу, а потом это лицо продало эти права компании, которые использовала. И каждый раз, когда в каком-либо фильме эту песню пели, то есть эта компания получала вознаграждение. И прошло уже много времени, и другая компания обратилась в суд с иском о том, что данное произведение уже является общественным достоянием. По истечению сроков. Да, на самом деле. Тех самых, 50 лет. Да, прошло время, после которого, вот как у нас в Республике Беларусь, после окончания 50 лет произведение становится общественным достоянием. И любой гражданин, любая организация это произведение может использовать. Но, конечно же, напоминаю, что личные неимущественные права – срок бессрочный. Поэтому все равно необходимо указывать, что авторство этой песни либо того произведения принадлежит тому либо иному лицу. Анна, и теперь, пожалуй, также к очень важному вопросу. Что грозит за нарушение авторских прав в нашей стране? В Республике Беларусь за нарушение авторских прав предусмотрена административная ответственность. Это статья 10.15 Кодекса об административных правонарушениях. И там за данное правонарушение предусмотрено наказание в виде штрафа. Есть ли уголовная статья за такие правонарушения? Уголовная ответственность может наступить в случае, если в течение года после наложения административного взыскания и лицо вновь совершит такое же деяние, действие, тогда наступит уже уголовная ответственность, предусмотренная статьей 201 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Что ж, будем надеяться, что все мы будем не только уважать права друг друга, но также защищать свои права, в том числе авторские права. Спасибо, Анна, за такой правовой ликбез. Удачи в делах. Спасибо, Екатерина. Жить в правовом государстве, ссылаться на незнание законов, легкомысленно. Это уж точно никого не защитило от ответственности. Согласитесь, как все-таки важно вовремя снять розовые очки. Надеюсь, наша программа кому-то из вас в этом помогла. Сделайте правильные выводы. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова